Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем отвечать на вопросы. Поступил вопрос, как можно поклоняться символу казни, кровавому кресту, на котором принял мучительную смерть Иисус Христос. Давайте попробуем разобраться. Прежде чем нам вникнуть в эту тему, я хочу сказать следующее. Всем подписчикам и не подписчикам, конечно, тоже. Я, конечно, попрошу подписаться людей, потому что это помогает каналу расти не для меня, для того, чтобы как можно больше людей видели наше видео, принимали участие в беседах, дискуссиях, размышлениях, ведь тогда познаем истину. Она потому и сокрыта, для того, чтобы мы ее в размышлениях наших искали. И, конечно, она открывается. И открывается каждый раз в большей степени, когда мы ее начинаем искать, то есть как горизонт. Достичь полной истины нам не удастся, но в наших совместных размышлениях мы, конечно, растем. Это и есть наша совместная молитва, где мы размышляем о Боге, о Его слове, благодарим Его, о его энергиях, естествах и так далее. Еще хочу сказать следующее, уже как психолог. Друзья, пожалуйста, не пишите обидных ответов на комментарии людей, которые пишут под моим видео и вообще всякие разные глупости, потому что, друзья, мы ответим за каждое наше слово. И я просто попрошу чисто для того, чтобы не засорять очень много пространства, а говорить по существу конкретно какие-то возражения. Надо приводить примеры, откуда они взяты, почему так человек думает. И, конечно, есть комментарии, которые даже не стоит упоминать. Еще хочу сказать о том, что, друзья, не обижайтесь. Как не пишите обидных вещей, комментариев, так и не обижайтесь на обидные комментарии, потому что человек, он всегда человек. И нам не стоит этого делать в свете того, что задача наша другая. Нам надо искать живого Бога. А человек, он несовершенен. Потому мы и делаем с вами эти видео для того, чтобы искать слово его, его естество. Итак, возвращаемся к Христу. Почему же стоит или не стоит поклоняться орудию казни, предмету казни Иисуса Христа? Друзья мои, прежде всего хочу сказать, если мы христиане, если мы христиане, мы не должны поклоняться никаким предметом. Давайте-ка брать больше, шире, глубже. Просто никаким предметом. И отсюда вытекает, что, конечно же, нельзя поклоняться и Кресту. Это просто язычество. Любые рукотворные вещи и им поклонение, чистая идола поклонства. Поклоняться можно только живому Богу. Я не говорю о благодарности обычным людям, врачам, близким. Это благодарность человеческая. Я говорю о поклонении, когда мы считаем кого-то или что-то, могущего изменить нашу судьбу, нашу жизнь, наше время и течение его. Это поклонение только Господу Богу. И только Его благодарить за всё, что с нами свершается. Если мы благодарим за хорошие удачи, за какие-то обеды, мы тоже благодарим. Они нас научают очень многому. За всё, что даётся. То естество, дыхание и чудеса, которые вокруг нас. Например, человек, он имеет тёплое тело. Вы представляете себе и животные теплокровные тоже. Как такое может быть? Мы задумываемся об этом. Мы благодарим Господа за такое чудное устройство нашего мира, что вот наша печень, такой маленький гипофиз, они делают наше тело и тело животных теплокровных тёплым. Даже в самый большой мороз. Спасибо Господу за то, что лёд легче воды и не давит рыб, когда замерзает вода. Друзья, мы об этом думаем. Это всё чудеса. И поклоняться надо за это величие Дома Стоительства, Господу Богу. Итак, крест. Я сначала скажу, чем он является в христианстве. Но мы и знаем, является религиозным символом почитания в ряде христианских конфессий, не во всех. И в христианском богословии он является символом, указывающим на искупительную жертву Иисуса Христа. Это так нам пишут. Но не крест нам указывает, так ставлю ремарку, пока не забыла, на искупительную жертву Иисуса Христа. А всё Писание, начиная с первой буквы бытия, указывает на искупительную жертву, которая должна прийти Иисус Христа. Мы в каждом виде об этом говорим. Это очень важно. И воскрешение Его указывает на истинность Его слов, что они от Бога, а не от какого-нибудь прохвоста, которых было множество и до Христа, и после. Так вот, Его воскресение, воскрешение, которое видели все, знают все, оно указывает на подлинность Его слов. Однако странно, Священное Писание для нас становится часто неким расхожим материалом для утверждения собственных идей. Странное дело, Священное Писание для нас стало как расходный инструмент для утверждения нашего личного мировоззрения. Христиане для обозначения своей идентичности в Первом веке иногда рисовали рыбу и на стенах, и на руках у себя. И ни в коем случае не для того, чтобы поклоняться и делать какой-то фэшн, делать какой-то фитиш, ни в коем случае, а потому что рыбаки, ученики и апостолы Иисуса Христа принесли им весть, и они таким образом обозначали последователей этой вести. Когда я была в Иерусалиме, я встречала такую вещь, что некоторые иудеи не наскосо, то есть скрываясь, что они стали христианами, потому что невозможно было открыться, это крах всего и вся, рисовали у себя на руках на верхней части рыбу. Древний акроним монограмма с именем Иисуса Христа. Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель. То есть по-гречески так пишется «Иктист», что вот эта монограмма вписывается в это слово. Это было обозначение принадлежности идентичности и никогда не более того. Скажем, что распятие на кресте было распространенным способом казни в Древнем Риме, а позаимствованным был от карфагинян, потомков финикийских колонистов. Именно в Финикеи считается было первое распятие страшной, жуткой казни. Обычно приговаривали разбойников к такой смерти. И многие крестьяне в период гонения, особенно во времена Нерона, также были подвергнуты этой страшной казни. И здесь важно заметить в нашей теме, что до IV века, до управления Константина Великого и организации Византии, христиане редко употребляли изображение креста. То есть, рисовали его, бывало, на стенах, как некое событие историческое в ряду всех других событий и себя самих. однако солиды императора Тиберия уже сдержали кресты. А это IV век. Солида – это римская золотая монета. Много вариантов изображения креста существует у христиан. Например, слово «кросс» в английском звучании обозначает дерево, виселица, лидургии, деревянные орудия казни. В общем. И соответствующий глагол «кручарь» означает «пытать», «мучить». Как у нас в русском языке мы видим отголосы «крутить». Интересно, что в период византийского иконоборчества, когда восстали практически все против изображений разных икон и так далее, не будем углубляться, то ли это влияние было от Востока мусульманского или еще какое-то, но в этот именно период почитание креста усилилось и Вселенский собор, VII Вселенский собор основывает на его почитании свой орос об иконопочитании. Удивительно. В православии наиболее распространена восьмиконечная форма креста с верхней и нижней перекладинами. Кстати, сейчас мы обратимся к тому моменту, сколько споров и проливается крови и чернил по поводу того, что это был не крест, а столб. Друзья мои, ну, сейчас мы к этому вернемся. Просто скажем, почему крест такую форму имеет. Верхний перекладин это табличка, которую написал Пилат Иисус Назарянин, царь иудейский. Косая перекладина символизирует подпорку для ног. Продолжаются еще два разбойника по правой левой руку. Важно заметить, что в православной аскетике есть такое понятие, как несение своего креста, то есть терпеливое исполнение христианских заповедей на протяжении всей своей жизни, основанной на словах Иисуса Христа. Внимание, Матфея 16, параграф 24. Если кто хочет идти за мной, откверни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Но мы опять-таки выдираем из контекста. Здесь перед этим совершенно странные слова на наш взгляд, когда говорит Иисус Петру «С глаз моих долой уйди, искуситель» мы переводим еще часто «Сатана». «Камень преткновения ты для меня, ибо не о Божьем думаешь, а о человеческом». И потом вдруг говорит. Потом ученикам своим сказалось, кто хочет идти за мной, кто хочет, друзья, пусть отречет самого себя, возьмет свой крест, что мы сейчас сказали, на чем основано все наше почитание Христа и последует за мной. А кто потеряет свою жизнь ради меня, обретет ее, а кто хочет ее спасти, потеряет ее. О чем идет речь? Конечно, не о принудительном каком-то действии, потому и говорит Христос, кто хочет. Ученики, которые понесут слово Христа, слово от Бога, я отец одно, в народ, в язычество, они, как правило, не умирали своей смертью в кровати, они были убиты и страшным образом все пророки так закончили свою жизнь. Тому Иисус и предупреждает, кто хочет это делать, потому что христиане это и есть апостолы, это их призвание, иначе ты не христианин, исполняй заповеди мои, носи тяготы друг к другу, люби других, неси мое слово, там, где даже его не хотят слушать. Не принудительно в уши вливай, никто никогда так не делал, не хватало за грудки ни Христос, ни ученики его и не заставлял быть христианином, нет, но кто хочет и знал Христос, что таких будут побивать, он знал, что он тоже будет казнен. Но о каком кресте здесь идет речь, друзья мои, конечно, не о символе казни. Все дело в том, что апостолы пишут послания, деяния и все Евангелия и апокалипсис на греческом языке, подбирая в греческой алфабетике те слова, которые можно употребить, потому что слово крест нет в древнегреческом классическом языке. Буква ТАФ есть на иврите, она чуть-чуть напоминает крест, и она позначает, переводится с иврита знак, поэтому изобразите на лбу знак, говорит нам книга Исход во время казни, когда евреи спаслись и рисовали знак на косяках. И знак этот, кто будет иметь, говорит Иоанн в апокалипсисе, то есть буква ТАФ, последняя буква в алфавите, которая обозначает знак. И что же в греческом понимании обозначает это слово, которое звучит СТАУРОС и обозначает орудие казни в Риме, а на греческом языке оно обозначает палку, шест, сваю. Итак, слово СТАУРОС со 2 века до нашей эры и римлянами использовалось в значении орудия казни креста. И в том же значении уже использовали греки, живущие на римской территории. И, конечно, в этом же значении используют апостолы в Евангелиях и всем Писании. Это важно понимать. Так вот, это парабола, что обозначало всегда значение греческого СТАУРОС и то, что хочет сказать Христос своим ученикам. Оно обозначало решительные действия, отречение от себя, действия с полной самоотдачей, отказ от индивидуальности. Ну, потому что если апостол несет эту весть, ему уже не до своих, понимаете, каких-то тажаней рос в саду. И часто в Греции используется это слово как следование ученика за учителем. Бери в этот шест знак власти учителя и следуй за ним. Если ты крестишься в это учение, омываешься от прежних своих мировоззрений, которые имели до того, то есть языческих, и крестишься в учении Христа о едином Боге. И это слово здесь, это действие указывает на положение апостолов в начале пути. Это только им, вот им сейчас говорится добровольно даже для них. Мы, христиане из простого люда, мы вот эту свою решимость здесь выполняем на нашем месте. Это наша стезя, это наш, скажем, известным нам языком, наш крест. То есть, наш шест. Это тот путь наш, по которому мы следуем за нашим Учителем Христом. Так что от учеников будет требоваться решимость пожертвовать многим и придерживаться избранной стези. Вот эта речь, которую говорил Христос своим ученикам, друзья, к орудию казни он имеет никакого отношения, эта фраза. Не было еще ни казни, ни орудия, он не может это просто говорить своим ученикам. Да это бессмысленно, здесь нет каких-то красивых речей и пафосных праздников, пафосных скорбей, которые мы сейчас наполним в нашу религиозную жизнь. Просто отсутствие. Здесь практически разговор. Вернемся в форме креста, который многообразный, и новгородский, и греческий, и святителя Алексия, и оружейный, и Андреевский крест. Ну, это чисто для информации. Мы говорили о католическом кресте, даже видео делали об этом, о перевернутом кресте. Так вот, когда люди, вернемся к форме креста, критики, почитания, это одно, а просто к форме креста мы скажем следующее, когда приводится аргумент, что на греческом языке это не крест, а ставрос. И нигде не упоминается два ставроса перекрещенные, которые делаются похожи на крест. Друзья мои, ну, это не выдерживает никакой критики такое утверждение. Почему? Да в греческом языке, еще раз скажем, нет слова крест. Вот понимание того, что использовали римляне для казни и карфагеняне, нет в греческом языке. Поэтому и Лука, надо сказать, и Павел, и все апостолы подбирают те слова, которые можно использовать. Деревянный столб, на котором часто привязывали кого-нибудь. В таком значении оно употребляется в классической греческой литературе. Люди, которые протестуют предотвратить, что это была форма креста, похожая на крест, раз пять, говорят, что нигде он не обозначен как два бревна, перекрещенные друг с другом. Ну, понимаете, здесь перепутаны понятийные категории и причинно-следственная связь. Не нужно искать никаких бревен перекрещенных, а просто тот, кто пишет вот этой казни, используя греческий язык, которым нет аналогов такой казни, подбирает слова, которые можно использовать. Почему здесь все-таки подобие креста? Хотя это не имеет никакого отношения к нашей вере, ни изучению Писания, ни к христианству, никакого. Это просто чистый интерес, на котором сошлись какие-то непонятные копии гностиков и людей, которые любят заниматься софизмом. Это чистый софизм. Это когда утверждение, кажется, правильное, ложно по существу. Здесь еще раз скажем перепутанный причинно-следственная связь. Когда руки крепили к столбу римляне, к орфигиняне, чтобы человек мучился дольше, они же добрые были, очень. Им хотелось, чтобы человек мучился как можно дольше. Поэтому, если бы руки были просто привязаны или прибиты к палке деревянной, человек умер бы очень быстро во всяком случае. Потому что тело тяжелое, оно должно как-то держаться, он бы просто разрывал все сухожилия и вены на руках и ногах. Тело человека тяжелое, 70 килограмм в среднем. И чтобы дольше были мучения, руки должны быть закреплены и ноги закреплены. Человек не умрет от того, что у него разорвутся руки и ноги. Не от этого он умрет. Он умрет именно от совершенно жутких мучений, жажды, голода. Люди, которые были казнены такой жуткой казнью, висели по 3-4 дня. Особенно крепкие молодые воины могли неделями мучиться вот так, целую неделю. Этого добивались добрые люди, которые подвергали других такой казни. Здесь логично. И так всегда делали, когда мучили людей. Поэтому четвертование тоже. Человек растягивался по рукам и ногам. Не хочу больше на эту тему говорить. Но еще раз скажем, что в этом софизме, в этом утверждении, что этот столб, абсолютное незнание, то, о чем говорят люди. В основе его, в этом утверждении, лежит грубое логическое нарушение. Подмена термина. Делается утверждение о классическом греческом языке. А затем рассматривается в этой ауре язык апостольского века. А греческий классический язык используется в четвертом веке до Рождества Христова. А после завоевания Александром Македонским вот этих всех областей начинается эпоха эллинизма, для культуры которой характерен синтез греческой и местной восточной культуры. Еще до Рождества Христова, четвертый, второй век. А в 146 году, еще до рождения Христа, Рим разгромил Ахейский союз. Ахейский союз это объединение древних городов Греции в один военный блок и установил господство на всей Греции. А во втором веке до Рождества Христова римляне переняли у карфагенян с этого времени и употребляли эту жуткую казнь. Самый жестокий вид казни распятия. И орудие это тогда получил название Кросис. Кросс. Вот мы и используем его. Крест. И с тех пор Ставрос имеет два смысла. Другого просто не было в греческом языке. Еще расскажут. Столб и крест. Потому что римляне уже использовали вот этот крест карфагенянский. И уже говорили на греческом в областях эллинских взятых когда-то Александром Македонским. А в оригинале Библии используется слово Ставрос. Потому что одно слово и смысла два. Столб был греческий крест. Был римский. Вот объединение еще раз скажем вот этих культур. Потому что Рим разгромил Грецию и произошло объединение культур. И вот эта казнь которую римляне использовали на греческом языке было заимствовано слово Ставрос уже во втором веке до нашей эры. А вот для обозначения столба в Писании в Библии есть другое слово. Оно произносится стюлос. И вот интересно если мы посмотрим весь текст то само утверждение что вот этот столб на котором Якова был привешен совершенно неудобным образом для казнивших Христос опровергается библейскими текстами. Например в Новом Завете это слово используется исключительно для обозначения орудия казни Христа. И никогда в отношении чего-либо другого или иного или столба возьмите Тимофея первое послание третью главу пятнадцатую строчку там слово тоже столб используется Павел пишет если задержусь пишет Тимофея чтобы ты знал как надо вести себя в семье Божией церкви Бога Живого который он сделал столпом оплотом истины. Здесь используем слово стюлос столб колонна деревянная какая-то палка основа в этом смысле использует Павел это слово и никогда не Ставрос Ставрос со второго века до Рождества Христова используется вот в таких текстах только как категория креста казни вот этого сооружения с перекладиной для рук и ног чтобы мучился дольше человек так вернемся к тому нужно ли почитать крест прежде всего ничего из предметов почитать категорически нельзя если вы не идолопоклонник никаких людей якобы святых или не святых которых сами же люди нарекают святыми не будучи святыми не будучи ангелами и не будучи Господом Богом скажем еще следующее что никогда крест не почитался до Константина Великого когда язычество было возрождено с особой силой в среде христианства именно тогда вот в этот период кстати в латинской церкви в западной восточной в Византии зародилось как мы называем монашество на самом деле это просто христиане которые бежали вот такого официального христианства которое было им чуждо а на самом деле это просто язычество поклонение разным предметам идолопоклонства поклонение иконам поклонение людям и матери Бога какая мать может быть у Бога то есть Марии как матери Бога поклонение другим святым все это было чуждо истинным христианам они бежали из вот таких мест официального христианства как из Папса так и из Византии еще раз скажем как разумеет что вот этот сам момент какой вид имел крест понятно что мы его называем крест деревянное орудие казни какое это имеет отношение к нашей вере имеет отношение то что мы как идолопоклонники поклоняемся какому-то предмету это да а исторически конечно же удобнее человека было мучить руки и ноги его фиксируя и это делали еще карфагиняне и так данная казнь была известна еще вавилонянам в Эллинском греческом государстве 2 век до нашей эры в Палестине и Карфагине и конечно позже в Риме где оно получило самое широкое распространение стало основным видом жестокой казни позорной мучительной смерти так казнили особо опасных преступников будущее изменщиков военнопленных разбойников беглых рабов вспоминаем из истории восстания Спартака где все 6 тысяч человек были распяты на крестах это 75-73 года до нашей эры вдоль всей Апиевской дороги висели казненные с жуткой зрелищ и надо сказать что Марк Лицин и Красс в то время император так и не отдал приказа снять тела они так и висели ужасно поедаемые животными и птицами как правило крест использовался деревянной Т-образной формой вот такая перекладинка почему она была по историческому что она имела особое название еще тогда в те времена до распятия Христа названия всем этим элементам были уже в латинском языке формы использовались разные это мог действительно надо быть простой вертикальный столб переключенных брусок крест и Х-образной формы и каждый элемент имел свое латинское название кстати вот этот столб который был просто столб на нем все равно крепились две перекладинки для того чтобы руки и ноги фиксировать кстати вот об этом том что мы говорим первый элемент это стационарно-вертикальная вкопанная стойка называлась статикулум который крепились перекладины вот эти горизонтальные балки назывались потибулум иногда еще в центре креста прикреплялся небольшой выступ чтобы можно было опираться ногами чтобы опять-таки продлевать муки самого распятию предшествовала позорная процессия и Христос ей был тоже подвержен осужденный на смерть в ходе этой процессии должен был сам нести по тибулум вот эта съемная горизонтальная балка не весь крест никогда не нес кстати а именно одну вот эту балку по тибулум и она достигала до 50 килограмм веса порой ее клали на плечи такому несчастному и привязывали к рукам потому она потом и служила горизонтальной перекладиной для крепления рук она уже тогда привязывалась к рукам когда он шел потом еще прибивались руки так вот на земле уже осужденного раздевали полностью к этой перекладиной горизонтальной укрепляли руки а потом уже поднимали его к вертикальному столбу который вкопывался заранее и это тоже видите говорит о том что это вертикальная перекладина конечно была иногда прямо на самом вот этой крестообразной форме распинали на земле а потом поднимали все вместе с жертвой руки и ноги прибивались гвоздями иногда деревянными колями и фиксировались часто еще и веревками чтобы усужденный не пожертвовав ладонями не оторвал их и не сбежал что же делали кстати практика это записано для того чтобы продлить агонию казни мы снимали на ночь именно с этим потибулом вот горизонтальная палка балка на которой руки прибиты снимали со столба и клали на землю человек отдыхала потом снова водружали утром на столб до тех пор пока жертва не умирала от болевого шока надо сказать что в исламской республике иран такое средство казни к распятию до сих пор применяется статья 195 уголовного кодекса иранской исламской республики хотя примеры его использования неизвестны возможно просто осталось как рудимент в юридическом кодексе но интересно по их закону если человек выдерживал три дня на распятие ему позволялось жить даровалась жизнь но это другая тема давайте не будем в нее углубляться и так мы в общем-то сказали стоит ли поклоняться орудию казни это невозможно если мы христиане не крест является центром нашей веры а всевышний творец сам христос и его учение которое от бога для того чтобы нам спастись на этой земле уйти от идолопоклонства иначе мы никогда не спасемся не вылезем из той ямы в которую мы попали спасение не конечная наша цель дальше мы должны обоживаться то есть приводить себя в состояние подобия которым нам и завещано в книге бытие и возвращаться после смерти в лоно господа бога в его радость в царстве небесное это наша задача друзья поэтому когда мы даже рассуждаем о формах орудия казни Иисуса Христа например это неважная для нас тема мы должны помнить что этот постулат эта дискуссия совершенно не важна для нашей цели друзья всем радости познания и Продолжение следует...